В продолжении темы здесь, в нашем расширенном обзоре на канале России 24, подборка мнений именитых российских международников, которых мы встретили в четверг на 60-летие ММО, первым получившим статус Национального исследовательского центра Института мировой экономики международных отношений имени Евгения Примакова. И им был тот же вопрос, так что, Америка и Россия идут, ну, не на прямой, но на опосредованный, но все-таки военный конфликт? Вопрос провел наш Данил Крапивин. А опосредованный уже идет. Не к нему идет, он уже идет. Потому что, когда американцы наносят удар по нашим союзникам в лице сирийской армии, а Россия в ответ наносит удар по американским союзникам в лице умеренной оппозиции, и сирийская авиация наносит удар. Это уже опосредственный конфликт. Я опасаюсь прямого конфликта, если собьют самолеты или ударят по наземным целям не только союзников, но и друг друга напрямую. Вот это будет прямой конфликт. Прямая война между Россией и США – это самый кошмарный сценарий, которого нужно избегать любыми возможными средствами. В планы Российской Федерации конфликт с Соединенными Штатами совершенно точно не входит. Мы твердо уверены в правоте своих действий в Сирии, мы твердо уверены в правоте своего восприятия того, как должен быть обустроен мир. И мы предлагаем американцам, никоим образом не посягая на их интересы, тем не менее учитывать и российские. Мне кажется, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы воевать между собой в Сирии и за Сирией. Безусловно, может быть нарастание напряженности, но ведь мы даже знаем, если уж так посмотреть на историю отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, мы знаем войны региональные, когда сбивались российскими летчиками самолеты в Корее, когда сбивались нашими ракетами самолеты во Вьетнаме. Поэтому, даже если предположить самое страшное, никакие инциденты подобного рода и столкновения, они вовсе не обязательно, не гарантированно приведут к большой войне. Я надеюсь, что этого не произойдет, но может случиться инциденты, которые чреваты, конечно, эскалацией событий в Сирии. Это, конечно, локальный конфликт, я не думаю, что он перерастет в глобальный. Это не Карибский, конечно, кризис. Новые технологии военные, они делают ситуацию взрывоопасной, труднопредсказуемой, все развивается стремительно. И, конечно, такая угроза эскалации конфликта, она есть. На мой взгляд, проблема заключается в том, что в современных Соединенных Штатах есть две внешних политики. Одна политика Керри, другая политика Пентагона. И на данном этапе Пентагон взял верх, и верховный главнокомандующий Соединенных Штатов не смог поддержать Керри в его, на мой взгляд, искреннем стремлении найти какие-то развязки по Сирии.